Привет всем! И сегодня я расскажу вам о последних добавлениях в нашем репозитории iRepo.ru. Итак, в репозиторию вы можете добавить, установить джейлбрейк на ваше устройство, зайти в Cidio, нажать Manage Sources Add и затем ввести iRepo.ru, нажать Add Source и он у вас появится. Итак, давайте же посмотрим, что у нас нового и последнего. Во-первых, это Twig Mountain Center. Данный Twig, как вы уже поняли из названия, меняет местоположение у нас Notification Center, и теперь она у нас как в OS X, находится либо справа, либо можно в настройках выбрать, чтобы он находился слева. И также можно сделать так, чтобы он открывался, например, двумя пальцами, а не одним. И вот сделать его либо слева, либо справа. Следующий Twig у нас называется Auxo. Он также доступен в нашем репозитории. Найти его можно через поиск. Так, вот он, сам Twig. Итак, в чем же заключается данный Twig? При двойном нажатии мы теперь видим не обычную панельную многозадачность, а совершенно нового вида, которая полностью отличается от старой, с быстрыми настройками, с удобным управлением и простым закрытием приложений. Теперь вам не надо зажимать иконки, просто делаем свайп вниз, и приложение закрывается. Если вы хотите, например, удалить все приложения, надо просто зажать, и нас спросят, хотите ли вы удалить все, либо нет. Также стоит отметить наличие быстрых настроек, они практически все взяты из SBS settings, но для данного Twig его не надо устанавливать. И настраивается все опять же через настройки. Перейдем к следующему твику, он называется Table Locker Pro. Он также доступен в iRepo. Table Locker Pro. Данный Twig заключается в непривычном блокировании экрана iPhone. У нас будет визуальный эффект, как будто мы выключаем старый телевизор, как видите, и при этом все можно настроить, начиная от цвета, далее от линии, которая у нас появляется, например, можно ее сделать красной, до длительности анимации. Кроме того, можно сделать, чтобы играл при блокировке отдельный звук, например, вот такой, как будто мы выключаем телевизор, и можно сделать, чтобы некоторое время еще была у нас точка, как вы видите, после блокировки. Следующий твик у нас называется YouTube. Также доступен в нашем репозитории. Найти вы можете через поиск. Данный твик позволяет поблокировать рекламу в приложении YouTube из EP Store. И также позволяет скачивать сами видео. Так, зайдем в YouTube. Зайдем в популярный, к примеру. Как видите, у нас сразу тут появилась кнопочка Downloads. Например, вот видео. И вот она у нас кнопочка для загрузки твика, и мы можем выбрать качество. Например, вот 720. Затем мы переходим в Downloads и видим, что видео у нас скачивается. Итак, видео скачалось. Мы можем его просмотреть прямо в YouTube, либо же нажать на стрелочку и переместить его в любую программу, которая читает видео, либо же в сам iPod. Нажав на кнопочку, мы сейчас зайдем в видео. И вот она у нас видео, это из YouTube. Его можно просматривать спокойно. Итак, следующие два твика, о которых я вам расскажу, называются Rage... Нет... Rageboard и Graffiti. Граффити, стоит отметить, что пишется с одной F, когда вы будете искать. Позволяет рисовать граффити и отправлять его через сообщение или через тот же Facebook, либо же отправлять всем известные мемы. При нажатии на выбор клавиатуры мы видим Rageboard и Graffiti. Выбирая Rageboard, мы видим последние использованные мемы и мы также можем выбрать их из доступных нам категорий. А к граффити мы можем рисовать, настраивая цвет и толщину, грубо говоря, пера. Можно отменять действие и повторять его. При нажатии на галочку сразу у нас появляется картинка и мы можем ее отправить. Следующий... Следующая программа, о которой я вам расскажу, называется VShare. Доступна она также в нашем репозитории. И она является полной заменой инсталуса. Программа русифицирована уже сразу. И здесь мы можем смотреть, во-первых, все установленные приложения и удалять их отсюда. А также узнавать информацию об обновлениях. В настройках мы можем выбрать язык, выбрать различные настройки, такие как, например, беспроводной обмен, устанавливать, удалять автоматически скачанное приложение. Так вот, то, что у нас не самых последних версий, мы можем, нажав на кнопочку «Обновить», увидеть, что у нас сразу начинается загрузка данного приложения. И не надо не выбирать, как осталось, никакой файлообменник. Все происходит автоматически. Давайте вот, например, выберем. Так, сейчас посмотрим, что у нас не установлено. Ну, например, Temple Run OS. Начинается у нас загрузка. Мы ждем какое-то время, не очень долго. После окончания загрузки у нас появляется загруженный файл в меню загруженный. Мы можем его удалить, отправить кому-то, установить. Кроме того, стоит отметить, что можно все загрузки ставить на паузу. Итак, эта программа называется VisShare и доступна в нашем репозитории. Также стоит отметить, что для данного приложения требуется AppSync, и он также доступен в нашем репозитории. Также обновился у нас Barrel с поддержкой шестой прошивки. Сейчас мы его установим и я вам продемонстрирую. И еще об одном интересном твике, чуть позже я вам расскажу, который называется Local IAPS 100. Barrel, если кто не знает, это твик, который меняет анимацию при переходах между страниц. Доступно множество различных вариаций для перехода между страниц. Например, вот такие или же вот такие. Итак, и последний твик, о котором я вам сегодня расскажу, это твик Local IAPS 100. Для начала, после скачивания его нужно активировать в настройках. И затем мы можем скачивать абсолютно любые дополнения практически во всех программах. Например, вот Temple Run 2. Мы запускаем игру. Сейчас я сразу зайду в настройки получить монеты. Немного ожидаем. После того, как список доступных покупок с ценой появится, мы можем одним нажатием кнопки нажать на покупку. Нас спрашивает подтверждение. Мы нажимаем отмена. И после этого нас благодарят за покупку. Так что данный твик взламывает у нас внутренние покупки. И называется он Local IAPS 100. Доступен в нашем репозитории. Это был обзор последних твиков в arrepo.ru. Спасибо за внимание. До скорых встреч.